Слава Украине! Привет всем от Волонского! Добрый вечер, друзья мои! На России там кипиш сейчас. Ну, это не совсем на России, это БНР, Белгородская Народная Республика. Кипиш, потому что неизвестно откуда в Белгород прилетело большое количество РСЗО, то есть ракетных систем, снарядов ракетных систем залпового огня, типа, не знаю, Град или Вампир, не знаю даже откуда они прилетели. Сейчас разберемся откуда прилетели, посмотрим. Вот, разбиты там таунхаусы, разбиты жилые помещения, по всей видимости там прятались путинские боевики в этих помещениях. Разбит торговый центр, используемый опять-таки путинскими боевиками для мест хранения оружия и для мест, где располага боевиков, путинских террористов. Вот, то есть все эти места разбиты, там сейчас очень много мест в огне, горит все. Вот, а я хочу вернуться, и очень многие белгородцы там суетятся по улицам, не понимают, что происходит, почему так происходит, как они могли, они же мирный город. Ну, я предлагаю все-таки, все-таки всем вернуться в 2022 год. Вот, можно в 2014 год вернуться, кому охота, да, но вот в 2022 год ближе, чтобы не углубляться сильно далеко, в 2014 год, углубимся в 2022 год. 24 февраля. Путинские банды террористов, бандитов, мародеров и садистов на танках заезжают в Украину. Белгородцы стоят и рукоплещут, кричат, ура, наши мальчики в трусиках нападают на Украину, какая красота, они сейчас там наведут конституционный порядок. Чей конституционный порядок? Ваш? Мы чихали на Россию, у нас нет вашей конституции, ваша конституция для нас просто кусок бумажки, годится только в уличном сортире вашей конституции, для нас, так, чтобы понятно было сразу, мы к России отношения не имеем. Тем паче, что Россия ворованное название, мы говорим о Московии, да? Значит, вот эта толпа восторженно кричит, ура, наблюдая, как из Белгорода летят ракеты в сторону Харькова. И они вот это ура кричали в течение двух лет, вы знаете, да, им очень нравилось. Они наблюдали ночью, как каждый вечер из их, значит, С-300, там, установки стояли, вылетали ракеты и летели по Харькову разбивать, убивать женщин и детей. Последняя ракета прилетела сегодня. Вот, убило, я не знаю, по-моему, убило пять человек или больше, у меня нет сейчас данных полных, там, порядка пятидесяти раненых, что-то такое. В жилой дом попало, как обычно, да, двенадцатиэтажку. И они так радуются, у них это просто вызывает бурю эмоций, бурю восторга, потому что хохлов деноцифицируют. Вы знаете, я вам скажу одно. Дело в том, что вы должны были заметить, что с некоторых пор у тех самых хохлов появилось нечто, что позволяет демилитаризовать и деноцифицировать противоположную сторону. Вы вспомните одну такую вещь, вы не на охоте находитесь. Вот, когда ты на охоте, то ты думаешь, то ты стреляешь по оленю, абсолютно не ожидая, что у оленя будет снайперская винтовка. Ты просто по нему стреляешь и думаешь, что ты его убьешь. Может, тебе это нравится. Я вообще не понимаю, охотников, да, с моей точки зрения, это садисты. Просто садисты. Более того, я хейтер охотников, я их ненавижу и презираю. Это лично мое такое мнение по поводу вот этой публики, которая убивает на расстоянии. Если ты хочешь убить льва, возьми топор, пойди попробуй убей. Это мой подход, да. А стрелять трусливо по льву с расстояния 300 метров с оптическим прицелом может, только шакал. Но это мое личное мнение. Но это о белгородцах, кстати, да. Вот. Они как шакалы смотрели, как по Харькову летят ракеты, ракеты летят по Харькову. Им это очень нравилось. Они были на охоте. Как было замечательно, да, ничего не скажешь, просто замечательно было. Отлично. Смотреть, как умирают украинцы. Женщины, дети, старики. От того, что из России по ним летят ракеты. Это очень нравилось очень многим. Но еще раз говорю, вы были не на охоте. С той стороны, как оказалось, тоже были снайперские винтовки. И сейчас полетела назад. Да. Потому что война, это, знаете, война наша, вы вспомните, как Гитлера. Он напал, он бомбил Польшу. Скажите мне, вот по немцам прилетел хоть один снаряд или бомба в 39-м, 40-м году, в 41-м. Ничего не прилетало, да? По-моему, в 42-м году была первая бомбардировка. Это такая утленькая. Вот. А вот в 43-м уже было неприятно. Правильно, да? Тогда вот путинцы... Ой, гитлеровцы. Ну, это одно и то же. Гитлеровцы, значит, в Германии. Первый раз задумались, когда в 43-м году в ответ долбадули. А нас-то за что? Ну, действительно, за что нас? Мы же такие хорошие ребята. Мы просто наблюдали за тем, как с нашей территории Путин бомбил Польшу. Ой, Гитлер бомбил Польшу. Ну, какая разница? Путин, Гитлер для меня абсолютно одно и то же. Вот. Нас-то за что? И вот сегодня вот эти вот белгородцы точно так же. А нас-то за что? Ну, было же так хорошо. Мы как на Сафари были. Тогда Харьков расстреливали, убивали женщин, детей, стрелков. О, вы помните, как они расстреляли нам этот парк Фельдмана? Да. А тут получается, что они оказались не на охоте. Они оказались на линии огня. А линия огня это нечто другое. Знаете, это когда летит в ту сторону. А потом в ответ на это летит в эту сторону. И тут вот к этому они оказались не готовы. А как же так? Где же наши мальчики в трусиках, которые пошли туда наводить деницификацию, и демилитаризацию. А, мальчиков в трусиках уже нет. Их давно похоронили. Какой ужас. Мальчики с оружием пошли вместе с трусиками. Или без трусика. Я не знаю, что им они там пошли. Но не осталось ни мальчиков, ни трусиков. А теперь уже и охота провалилась. Как-то охота перестала быть... Сафари перестала быть и в Сафари, да? Гич стала стрелять в ответ. Единственное, что я вам могу сказать. Если вы не хотите, чтобы вот в таком плане все продолжалось и дальше, а оно может продолжаться до бесконечности и, кстати, имеет тенденцию к ухудшению, то требуйте от своего вот этого пахана пляшивого, который вот этот вот мурло сидит там в Кремле, убийца этого, чтобы оно убирало свои войска с Украины. Тогда все прекратится моментально. Гарантирую. Свободы Украины. Свободы Украины. Свободы Украины.